Страстная седмица Страстная седмица — это особая неделя перед Пасхой, которая посвящена воспоминанию страстей Христа. Она зачастую ассоциируется у людей с самим Великим Постом, хотя на самом деле она уже не является частью Великого Поста. Великий Пост завершается накануне Страстной седмицы, и как раз-таки эта неделя сама по себе отдельная. Почему так? Потому что изначально она была древнее самого Великого Поста и была первой, то есть та из постных традиций. Потом уже вот эта практика сорока дней, она развилась в то, что мы сейчас имеем, как бы, да, Великий Пост, Страстную седмицу. Хотя богослужебно, мы это тоже можем увидеть, они различаются. Каждый день Страстной седмицы посвящен определенному событию из последних дней жизни Спасителя. И, соответственно, это имеет отражение и в богослужебной практике, и в особенностях песнопений, в особенностях молитв, которые употребляются в эти дни. Понедельник посвящен воспоминанию проклятия бесплодной смоковницы, которую Господь, не найдя на которой плодов, которых, по сути, и в принципе быть не должно было в этот период времени года, Он ее проклинает, и на следующий день, когда ученики проходят мимо этой смоковницы, они видят, что она засохла. Возникает, конечно, вопрос, почему так Господь сделал, он же любовь, почему-то он проклял это бедное дерево, которое ни в чем не виновата. На самом деле здесь нет никакой нелюбви или еще чего-то, какой-то ненависти Бога ни в коем случае. Это образ Израиля. Сама смоковница являлась образом Израиля, того древнего Израиля, времен Спасителя, который не смог распознать Бога и не смог его принять. Соответственно, вот этот образ, да, тут смоковница, не давшая плода. Таким образом, вот Господь подчеркнул особенность исторического момента и особенность самой эпохи и людей. Второй день посвящен обличению фарисеев, обличению книжников и первосвященников, которые читаются в Евангелии в этот день, когда Господь, обращаясь к элите, религиозной элите того времени, обличает их лицемерие, обличает двуличие, обличает лукавство. Это очень острые моменты, которые, по сути, являются актуальными всегда. Соответственно, этот день, он посвящен воспоминанию именно этих логий. Логии – это как раз-таки такие отрывки в Священном Писании, где идет прямая-прямая речь Спасителя. Третий день, эта среда, он посвящен воспоминанию намерения Иуды предать Спасителя и воспоминанию женщины, которая пришла и помазала Спасителя миром. И в частности, вот эти два образа Иуда, который один из ближайших 12 учеников Спасителя, который постоянно был при Христе, и женщина, которая была блудницей, но которая, покаявшись, приходит и помазывает Спасителя миром. И вот этот образ, он с точки зрения этой действия, с точки зрения женщины, было действием благодарности. Но с точки зрения промыслительного, прообразовательного, это была подготовка Спасителя к страданиям, потому что миром умасчивают и умасчивали тела умерших. И Господь, когда пришла эта женщина, и когда Иуда и многие другие стали возмущаться, к чему такие траты, зачем? Потому что мир – это очень драгоценное масло того времени, оно и сейчас достаточно драгоценно в плане стоимости. Стали возмущаться, зачем такие траты, если, по сути, можно было бы пустить эти деньги на бедных. Часто, кстати, мы тоже в нашей реальности можем слышать такие возгласы о том, что зачем тратить на какие-то атрибуты, если нужно, не знаю, пустить на социальные проекты. Вот что-то похожее в плане аргументов звучало и в адрес этой женщины. И Господь их останавливает и говорит им о том, что на самом деле придет время, когда вы будете помнить о действии этой женщины всегда, то есть будете ее вспоминать. Так оно и происходит. Страстной четверг – это уже такая половина недели, которая начинает более активно, активно, активно подготавливать нас уже к дням Светлого Христового Воскресения. Потому что в четверг мы вспоминаем Тайную Вечерю, поэтому совершается литургия. Она немножечко отличается от обычных литургий, которые мы совершаем в повседневности нашей. Там поются специальные песнопения, воспоминания Тайной Вечери. И в этот же день мы вечером вспоминаем Страсти Христовы. Вот это богослужение, которое очень красивое, очень глубокое, Страстных Евангелий 12, оно относится к Великой Пятнице. Но так как церковный день по традиции начинается с вечера, соответственно, и вот это богослужение вечера четверга, оно уже относится к самой Пятнице. Поэтому вот Страстные Евангелия относятся к Пятнице, дню, который как раз-таки посвящен воспоминанию страданий Спасителя. Этот день полностью посвящен воспоминанию страданий, крестной жертвы Спасителя, его предстоянии на суде и у Пилата, и у Каиафы, и его распятия. Соответственно, в Пятницу в большинстве храмов, во всех храмах, можно даже так сказать, происходит чин выноса плащеницы, как раз-таки чин воспоминания уже кульминации того, что произошло на кресте. И опять-таки этот чин, он все-таки тоже уже начинает относиться к субботе, потому что, так как это богослужение, уже воспоминания Спасителя во гробе, пребывания во гробе, то в данном случае чин выноса плащеницы, он также предваряет и саму субботу, Великую субботу, которая посвящена воспоминанию того, что Господь провел в гробе, то есть он был похоронен. Этот день также мы воспоминаем сошествие Христа в ад, это достаточно глубокое богословское событие, которое ознаменовано еще тем, что Господь разрушил сам ад, так как ад не смог его принять. Хотя, по сути, дьявол, как говорит наше богословие, ждал, что вот он наконец-то примет того праведника, который тоже, как и все, подвержен смерти. Но он не ожидал, что он примет самого Бога. И, конечно же, ад не мог вместить Бога, и Господь будет во время своего воскресения выводить из ада всех те души праведников, которые до этого в этом месте, ну, месте, конечно, в кавычках, потому что нет у него какого-то географического места, это мы так по-человечески пытаемся себе объяснять, именно оттуда Господь будет эти души потом забирать, тех праведников, которые там находились до этого. Таким образом, получается так, что вот все дни Страстной Седмицы, которые завершатся в воскресенье, непосредственно самим Христовым воскресеньем, Пасхой Господней, радостным, торжественным событием, все дни, они посвящены воспоминанию определенного периода последних дней жизни Спасителя. Наша вера, она не только о чувствах, не только о каком-то таком поверхностном моменте. Наша вера — это глубокий, глубинный ресурс для каждого из нас. В осознании того, что Бог рядом, того, что Он нас любит, того, что Он нас любит до такой степени, что действительно не пожалел своего Сына, которому предстояло пострадать на кресте за нас. И в этом колоссальная глубина, красота и радость от осознания того, что нашему Богу не все равно. Наш Бог, Он не безразличен к нам. Он нас любит до такой степени, что, в принципе, сделал возможным вот это дело спасения, этот крестный подвиг.